Проходит матушка зима, март наступил, запели птицы, и скоро будут гнезда вить, растит потомство, а пока любви наставшая пора, дурманит голову, чарует, и каждый от любви ликует. Смотрите, вот же я, готов! Мы слышим мартовских котов и воркование голубей, и жизнь нам кажется добрей, милей и где-то даже веселей. 10 марта день Тарасия Кумошника, день назван в честь святого отца Тарасия, он был противником иконоборства, упражняя в духовных подвигах, сделался ангелом во плоти, пламенея духом, ревностно работая пред Господом, подчиняя свою плод духу и умиршлением ее, достигая непорочной чистоты, которой облечены ангелы. Велико было его пощение и неустанная бодрость, немногие часы он уделял на сон, по целым ночам пребывая в молитвах и размышлениях. Отец Тарасии прославился тем, что мало спал, поэтому его называли Тарасом Бессонным. Существовало поверье, что он помогает избавиться от особой лихорадки, которую звали Кумоха. Эта болезнь представлялась в виде злобной старухи, которая ночью проникала в избы и вместе с дыханием проникала в спящих людей, вызывая лихорадку. Поэтому с этого дня старались не ложиться спать дневное время. Говорили, кто спит под вечером на Тарасе, тот наспит лихорадку. Не рекомендовали в этот день смотреть в окна. Считалось, что через взгляд можно было кумоху подцепить. Приметы. Если у месяца рога крутые, жди мороза. Если на Тарасе выпадает снег перед Пасхой, неделя будет дождливой и холодной. Если сегодня найти старую шкуру, выползок, сброшенную змеей, то ее нужно было носить с собой, как защиту от тяжелых болезней. Если положить больного человека в медвежью шкуру и окурить смолой, он поправится. При этом хорошо помолиться святому Тарасю и выпить святой воды. Если дверь сегодня неожиданно с петель сорвалась, это к беде. Если сегодня капусту и помидору высадить, можно получить хороший урожай. Здравствуйте! Не подскажете, от шума в голове избавиться? Шум в голове, опять-таки, бывает от многих причин. От очень многих причин. Начиная от того, что что-то имеется с сосудами и почему они шумят, до многих иных других причин. Поэтому, если понимать, у вас не было шума в голове, как, допустим, до этого не было геморроя. Что с вами произошло, вы должны понимать, что явилось причиной. То есть, все было нормально, никакого шума нет в голове. Либо это уже просто-напросто старческая, уже немощь, из-за того, что сосуды головы там позабивались. Либо это может быть травма, либо это может еще что-то быть. Вот после чего? И вот это-то надо убирать. Вот если вы понимаете причины, тогда можно убрать следствия, которые нас досаждают. А если все это дело не понимать, ну, люди работают на аптеку, работают на врачей и не получают ожидаемой помощи. Поэтому, очень важно определиться. Я в свое время, в свое время, опять-таки, вот если брать геморрой, который у меня был, меня смотрел и врач, и не один, и хороший врач, и по знакомству, и то, и все, и свечи, и пятое, и десятое, и все это там такое. Но они не могли, а, возможно, и не хотели понять причину. То есть, они думали, что, допустим, питание, или еще что-то, или еще там что-то там такое. Но тут оказалась портальная гипертония. Шум в голове может быть от повышенного давления. Почему повышенное давление? Почему она там стучит? И я до этого как раз очень много вам рассказывал о причинах и следствиях. Кому-то я там советовал, кому-то я там подсказывал, кто-то делал. Ну, а есть люди, которые вроде и просят помощи, и что-то в начале. И толку никакого не получается. Вот, допустим, можно попробовать от шума в голове голодание. Причем голодание не раз надо сделать. И не одни сутки сделать, и не трое сутки сделать. А как минимум дней пять-семь. И несколько раз. И посмотреть, как ваш организм реагирует на голодание. Уходит оно, шум в голове, или не уходит там, звон в ушах. Все это можно сделать. Ну, должно быть желание. И должно все-таки, вы должны подумать головой. Не было – возникло. Ага. Отчего возникло? А как это можно убрать? Вот тогда будет получаться. А так? А так все бессильно.